И вот теперь, что хочет сделать режим Назарбаева. Они хотят отпраздновать этого своего ручного президента Токаева 9 июня, сказать, что при нем была шикарная демократия. Вот принят закон, якобы разрешающий проводить митинги по уведомительному признаку. На самом деле, вы же понимаете, любое уведомление можно выбрасывать в корзину. Власть даст разрешение только своим ручным партиям или имитированным партиям, так называемая ручная оппозиция. Поэтому это обман. Дальше этот режим хочет сказать, что у них прошли реформы. Но какие реформы вы видели? Мы видели политические убийства трех политических активистов. Дулата, Агадила. Во всем этом процессе, вы знаете, это вершина их была цинизма и беспредела. Когда его убили, буквально через день, Токаев сообщает, что это он умер от сердечной недостаточности. При этом не было никаких экспертиз, ни подтверждения. И вообще, он кто? Он патологоанатом? Он там был на этом месте? Нет, это было просто решение, как в свое время сказали, что Замамбек Нуркадилов три раза в себя стрелял, контрольный выстрел в голову, лег на пол, накрылся простыней и жизнь покончила самоубийством. Это вызывало, конечно, гнев и возмущение. Это версия, которая звучала из уст власти. И, собственно, так было и с Дулатом Агадилом, и с другими активистами, которых в Ак-Тубе одну женщину убили. Вот, Серик Уразов тоже погиб в результате действий и давлений со стороны полиции. Вы знаете, что именно реальных политических активистов власть преследует, приходит домой. Заранее, период карантина, они их долбали, вызывали, пугали, давали разные повестки. Это происходит со всеми теми, кто действительно реальный противник режима. Поэтому мы не должны обманываться. Сейчас я хочу сказать о следующем. Итак, 6 июня в 11 часов дня мы призываем всех наших сторонников, которые разделяют нашу позицию, которые хотят перемен, которые хотят добиться смены этого политического строя, выйти на акции протеста, выйти в 11 часов дня во всех городах нашей страны. Сегодня выйдут плакаты с объяснением, где это будет происходить. И не имеет значения, что там же будут представители так называемой партии ДПК. Там, конечно же, власть постарается создать картинку, показать, что именно годовщине нахождения у власти в должности президента, что якобы вот люди выходят свободно на протесты, мы не собираемся чью-то картинку портить, мы просто выходим со своими требованиями. Какие наши требования? Первое. Списать проценты по кредитам для физических лиц и для юридических лиц. Списать с 1 мая до 1 сентября в течение 4 месяцев. Вы все находились длительное время на карантине. И в июне, к 1 июню, к середине июня многим из вас нужно заплатить проценты за кредиты, кому-то и вернуть кредит. Мы прекрасно понимаем, что этот режим не спишет весь объем ваших кредитов. Это сделаем мы, правительство ДВК, когда придем во власть. И сейчас мы выдвигаем совершенно реалистичные требования, которые выгодны самой власти, банкам Назарбаева. И они очень остро необходимы как бизнесу, так и рядовым гражданам. Мы требуем, чтобы каждому гражданину, независимо от того он работает, младенец, пенсионер, безработный, каждому выплатили по 50 тысяч тенге за май, июнь, июль и август. Это первое. Второе, чтобы это государство погасило проценты за эти месяцы, как физическим лицам, которых 7,5 миллиона человек, они отягощены этими кредитами. И бизнесу тоже самое. Вы знаете, что эта власть недавно приняла решение, что 42 500 тенге, минимальную заработную плату обязаны заплатить работодатели. Это вообще нереально позорное решение, в условии, когда бизнес не работал, люди не выходили на работу, и бизнес сейчас сгибается. Разные карантинные ограничения. Вы знаете, кафе, рестораны, другие какие-то предприятия, они были, во-первых, закрыты. В-третьих, даже если какой-то режим работы дали, то он такой, который не позволяет людям покрыть свои сдержки. Бизнесу в частности. Поэтому такое позорное решение, по сути, приводит к разорению бизнеса любого уровня. И мы считаем, что это приведет к гигантским трудностям, как бизнес, так и населению нашей страны. Теперь я хочу сказать, что чем выгодно реализация наших требований самой власти. И что это реально, суммы там на самом деле небольшие, 50 тысяч тенгена каждого человека по всей стране, это абсолютно реальная сумма. Я уже в своих выступлениях говорил, вот тот объем денежных средств, 10 миллиардов долларов, которые правительство намеревается выделить на поддержку бизнеса, но своего бизнеса, если его правильно перераспределить среди всех граждан и реального бизнеса, это кардинально изменит текущую ситуацию. Ну, во-первых, когда граждане получат по 50 тысяч тенге в течение 4 месяцев, это им необходимая сумма для того, чтобы компенсировать те потери, которые они получили в результате нахождения на карантине. Это первое. Второе. Почему 4 месяца? Потому что в течение 4 месяцев многие из вас потеряют работу. Многие из вас уже потеряли работу. Эти денежные средства нужны для того, чтобы амортизировать этот удар, который сейчас был нанесен в связи с карантином. И тогда это вам позволит мягко перестроиться, найти другую работу, заняться в конце концов личным предпринимательством, на своем подсобном участке за эти деньги вырастить какой-то урожай и таким образом получить резерв для дальнейшего проживания. И что еще важно, что эти деньги уйдут еще в сельскую местность. У нас в сельской местности живет около 40% населения. Вы прекрасно знаете, что там работы нет, что у людей огромные проблемы именно с деньгами в сельской местности. И если эти деньги дойдут до сельской местности, наши граждане смогут заняться аграрным производством и сделать свой вклад в ту ситуацию, когда говорится о продовольственном кризисе. Кризисе не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому это будет существенная поддержка. Далее, почему мы требуем, говорим, что 50 тысяч тенге каждому гражданину выгодны самой власти. Дело в том, что эти деньги, они придут в экономику. Они будут расходоваться на разные нужды, на разные услуги, продовольствия, различные, не знаю, парикмахерские и так далее. Тогда вот сейчас вся эта инфраструктура, которая испытывает дефицит в клиентах, в платежеспособных клиентах, они получат приток платежеспособных клиентов и смогут развернуть работу. Не будут сокращать людей, увольнять людей, а просто запустят свой бизнес. И самое хорошо в этом смысле для государства, что когда эти предприятия начинают работать, они начнут платить налоги. Сейчас по итогам апреля существуют отчеты Министерства финансов. В Министерстве финансов более 90% налогов, которые ранее собирало по корпоративному налогу на прибыль, они не собрали. Бюджет сейчас не собрал более 60% по налогам на добавленную стоимость. То есть видите, с чем это связано? Потому что все находились на карантине, предприятия не работали, люди не выплачивали подоходный налог, предприятия не выплачивали налог на прибыль, особенно крупнейшие предприятия нефтегазового сектора, потому что у них нет прибыли, потому что сейчас цены на нефть упали так, что они еле плавают. Это итог только 1 апреля. Поэтому распределение средств граждан по 50 тысяч тенге сразу существенно изменит и налоговую ситуацию. Бюджет страны начнет получать налоги, предприятия, в основном малого и среднего бизнеса, заработают. Это очень нужно и важно самого государства. Это первое. Второе. Мы говорим, что необходимо выплатить проценты по кредитам в течение 4 месяцев. По кредитам именно физических лиц и юридических лиц. Почему это выгодно государству? Дело в том, что по итогам полугодия, в июле, банки должны напечатать свою отчетность и предприятия в том числе. Ситуация будет очень плохая. Минимум 30%, а то и половина клиентов банковской системы не будут в состоянии оплатить проценты и сами кредиты. И это приведет к тому, что банки должны отразить в своих балансах убытки. Огромные убытки. Это, по сути дела, приведет к серьезным проблемам. Серьезные проблемы, потому что банки не будут в состоянии всем клиентам, вкладчикам вернуть их денежные ресурсы. Это фактически приведет к разорению вкладчиков. И ранее Назарбаев каждый год выливал в банки по 10 миллиардов долларов безвозмездно. Эти банки переходили в собственность на султан Назарбаева. Сейчас основная часть банковской системы принадлежит и так Назарбаеву. То есть у него, по сути, нет механизмов влить правильно деньги так, чтобы они действительно стабилизировали банковскую ситуацию без отъема собственности. Ну как это? Он сейчас, раньше он делал так. Он вливал миллиарды долларов в банки, потом как бы отбирал у подставных собственных и оформлял их на Тимура Кулебаева. Вы помните, коском влилили 8 миллиардов. И там собственником считался Кенес Ракишев, хотя там племянник Назарбаева еще был с Атабалды. И за 2 тенге банк перешел в собственность Халык-банку Тимура Кулебаева. Но теперь-то банки Халык-то полностью вместе с коскомом принадлежит Кулебаеву. Но как в Халык влить деньги? Как? Если туда влить деньги, тогда Кулебаев должен потерять свою собственность. Вот мы и предлагаем простой механизм. Государство принимает решение, выплачивает проценты физическим лицам за эти кредиты. И тогда банки на плаву. Банки на плаву, они, клиенты получают деньги от правительства и гасят свои проценты банкам. Соответственно, банки показывают баланс нормальный. Международные аудиторы говорят, что у банков хорошее состояние, все нормально. И таким образом, Назарбаев решает вопрос, что эти банки остаются в его собственности. Черт с ним, мы их все равно потом у него национализируем, конфискуем. Но сейчас речь, вопрос стоит о выживании людей. Поэтому я предлагаю простой механизм. Государство заплатит проценты за физических лиц, юридических лиц. И бизнес выживает, и люди зарабатывают, выживают. В течение четырех месяцев получают передышку. Банки остаются в целости и сохранности. Баланс банков чистый. Убытков нет. И все нормально. Вкладчики могут не переживать за свои деньги. То есть, ту модель, которую я предлагаю, она наиболее компромиссная и более того, реалистична. Списать все кредиты с требованием, которыми будет выходить МАМАИ, ясно, что это правительство не реализует. То есть, получится так, что люди под этим лозунгом выйдут, спустят пар, покричат, и все, на этом дело закончится. Это будет бессмысленный лозунг, бессмысленные требования, которые правительство не исполнит. А наши требования, они имеют под собой логику, экономическую целесообразность. И это выгодно банкам Назарбаева, выгодно для политической стабильности, выгодно вкладчикам, которые могут не переживать за свои денежные средства. И эти деньги реально получат люди. И они могут за эти четыре месяца перестроить свою жизнь, найти возможность выжить в условиях надвигающегося кризиса. То есть, наши предложения наиболее реалистичны и реализуемы. И требуется на это во много раз меньше денежных средств, чем если просто списать кредиты. Просто спишем кредиты мы, правительство демократического выбора Казахстана. Это правительство Нуршултана Назарбаева-Такаева, ничего это не сделает. Поэтому, уважаемые друзья, мы на этих митингах выдвигаем абсолютно реальные требования, которые легко реализовать и выгодно это всем.